Придурки, давно бы всё закончилось. Честно скажу, у меня глаз задёргался, когда я оное вчера услышал. Это наш президент сказал, я не шучу. На полном серьёзе, президент Российской Федерации вот такое вот сказал накануне на весь мир. Блин, кто ему сейчас тексты пишет? Медведев что ли? Ц. Традиционные ценности, ёпарасоте. Начинаем. В России необходимо провести ревизию образовательных программ на соответствие их интересам государства. Такое заявление сделал накануне профессор, ни много ни мало, финансового университета при правительстве, некто Винник. Теперь о том, что дяденьку беспокоит, та дело вот в чём. Фундаментальная наука в том виде, в котором она существует сегодня, по Виннику, конечно же, буквально напичкана всякими русофобскими штучками, зачастую идущими в разрез с нашими скрепами и традиционными ценностями. Ну вот, например, воспитание в человеке критического мышления или пацифизма, фактчекинга, в смысле проверки получаемой информации на достоверность. Так вот, профессор считает, что всё это плохо и россиянам оно не нужно от слова совсем, поскольку навязано. Западом, поскольку мешает буквально великой и могучей двигаться по своему особому пути. Наша цивилизация самобытна, у неё свой путь. И в этом нет ни капли чуванства и чувства превосходства. Эта цивилизация наша. Вот что для нас главное. Я только одного в толк не возьму А чем критическое мышление, например, способно помешать самобытности россиян Ну вот скажем, когда я слышу Пейте пиво пенное, будет морда здоровенная Ага, или личинки мух во фритюре Это очень вкусно Почему я больше не должен и не могу Критически относиться вот к таким вот рекламным по сути лозунгам Да не только к таким Что за сотчемпионы? А вы знали, что для концентрации я засу чупа-чупс перед каждым выступлением? Потому что чупа-чупс содержит глюкозу, источник энергии для мозга Ну что это за ужас, это чего? Я же теперь месяц не заснул Это реальная журналистика Сейчас остановимся на унам подробнее Я стою, переходы из меня, любовь выходит Тема сегодняшнего выпуска Поехали Ну ладно, с критическим мышлением хоть что-то понятно Политическая ситуация в стране нынче такая Что не время мыслить критически, а что не так с проверкой информации на предмет ее достоверности И тут-то какая русофобия, откуда она вообще вылезла? Или мы что, стадо баранов что ли? Обязаны безоговорочно верить любому бреду А если это и правда бред? Я как-то приводил данный пример, но сделаю он еще раз Для забывчивых одна из ярчайших демонстраций того, как рождаются и распространяются фейки Пожалуйста, причем произошло это не где-нибудь, а в эфире главного информационного телеканала страны В эфире Россия-1 Пропагандисты тогда на этом попались Скандалище было, мама дорогая, извиняться пришлось Да чего я рассказываю, сами смотрите Есть же замечательный еще ответ западному журналисту, нашего великого русского актера Евгения Леонова Когда спросили, а вы бывали за рубежом? Он говорит, да, в Польше, Чехии, в Германии Туристам? Нет, в пехоте Вот, это, ну, это, это правда Объективный факт, да, это зафиксировано в этом самом интервью для западных средств массовой информации Вы были за границей? Нет Почему? Был в Берлине, в Праге Вы ездили туда по служебным делам? Я не ездил, я пешком В качестве туриста? Нет, в пехоте Как тебе такое, Илон Маск? Напомню, что великий государь давно и резко выступает против переписывания истории Особенно в части войны, а тут на тебе Пожалуйста, на всю Россию матушку Да в прайм тайм или другой эпичный конфуз на ум приходит Как уже первый канал российского телевидения подставил, между прочим, самого Переврав биографию его отца Мол, погиб, защищая Невский пятачок в начале Великой Отечественной Многие внимательные зрители удивились даже Как за 10 лет до рождения сына погиб? Пропагандисты, конечно, быстренько дали заднюю Но осадочек-то остался, да и слово не воробей Вы что, с ума сошли, что ли? Ага И вот теперь, значит, нам предлагают, вернее, предлагает некто винник Проверять достоверность информации не надо Это чуждые нам ценности, от которых попахивает русофобия И давайте нафиг запретим Соотечественникам он им заниматься Да нет Русофобия, на мой взгляд, это как раз, когда стране такие глупости навяливают Причем ученые этим занимаются в пору караун кричать Мы во что нацию-то превратим? Идиотов хотим из людей сделать? Простите за слово сделать Или это действительно цель? Те самые традиционные ценности, о которых так много говорят в последнее время Если серьезно, по-моему, только вредитель до подобного может додуматься и да Очень хочется верить, что корреспондент ТАСС А именно они стали первоисточником тиража данного двусмысленного заявления Господина Винника так вот хочется верить Что профессора просто неправильно поняли Хотя... На втором году проведение специальной военной операции Вскрылся страшный гнойник Институт философии Российской Академии Наук Последнее прибежище негодяев, предателей, инагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов Это проходинцы, которые дурят наш народ и руководство нашей страны Пошло все в пи***е! Сколько можно, блин? Ладно, давайте к делам нашим скорбным О росте цен Мы как-то с вами забыли совершенно Который никуда при этом не делся Проблема по-прежнему актуальна Тянется с прошлого года В конце 2023 Помним, да? Дым стоял коромыслом вокруг стоимости яиц и мяса птицы Ситуация оказалась настолько аховой Что великому кормчему пришлось сначала за нее отдуваться А затем и вовсе взять дело под личный контроль Газеты пестрили заголовками Русским устроили диверсию Яйца позора! Кто и зачем? Или фас идет по следу куриного картеля? Ну и так далее В итоге все, как всегда Свалили на каких-то мифических коммерсантов Которые якобы вступили в сговор Дабы харю перед Новым годом наесть Ну конечно! Воспользовались чем? Во-первых, сезонный фактор Мы знаем, что в канун новогодних праздников Спрос растет По сравнению с летним периодом Так говорят эксперты Да и сам производители в том числе Ну и, простите, отсутствие Просто оперативной реакции Со стороны контролирующих органов Поэтому тут предмет работы В первую очередь не для законодателей А для ФАС Вы правильно отметили Федеральной антимонопольной службы Вы конечно же правоохранители Чего? Но стал бы я вам рассказывать эту историю Если бы в ней все было так просто Итак, берите попкорн Садитесь поудобнее Издание Форбс В начале января А я думаю, что авторитет Издание ни у кого не вызывает вопросов Так вот, Форбс провели аналитическое исследование И выяснили, кому на самом деле Принадлежат российские яйца Даже статью так обозвали И вот теперь держитесь за что-нибудь Потому что оказалось Половина крупнейших предприятий в России Предприятий по производству тех самых Яиц и птицы Принадлежит либо государству Либо окологосударственным структурам Либо бывшим чиновникам Да что ты черт побери Такое несешь Не я несу За что купил За то и продаю Давайте просто пробежимся По списку Которых журналисты на реле И так А оптицы фабрика Синявинская Почти на 95% Ею владеет Сбербанк Причем В состав акционеров Банк вошел еще в 2017 С тех пор ничего не менялось Дальше Открытое акционерное общество Волжанин Пожалуйста Там вообще С ельцинских времен У руля находится Некая Людмила Костева Член Ярославского Регионального политсовета партии Единая Россия А в 2015 Костева стала не просто Гендиректором компании Но и выкупила ее полностью Да я пойду в люк набухаюсь Нахуй мне это Продолжаем Свердловская птицефабрика Земляки на 100% Принадлежит государству Агрохолдинг Комосгрупп Помимо яиц Производит молочку и свинину Владеют холдингом Два Андрея Шутов И Осколков Оба в прошлом Депутаты госсовета Удмуртии Все от той же Единой России Кроме того Господин Осколков Еще и заместителем Председателя правительства Республики Успел поработать По-моему ответ очевиден Во всем виноват Алексей Навальный Закрывает этот Замечательный список Птицефабрика Сеймовская И ее глава Леонид Седов Который до того как Отторванил 4 года В должности Министра сельского хозяйства Нижегородской области На данный момент Мужчина контролирует 90% предприятия Внимание вопрос О чем мы вообще говорим? О каком ее ПРСТ сговоре Якобы устроен Некими мифическими коммерсантами Если добрая половина Крупнейших В стране птицефабрик Крупнейших Подчеркиваю Находится в руках Настоящих патриотов Члены Единой России Пожалуйста Бывшие министры Эффективные госуправленцы Разве такие люди Могли вступить В какой-то сговор Дабы наживаться На соотечественниках Да я в это Никогда не поверю Кому вы парите мозги Козюськи Когда цена растет Фактически на пустом месте Вот за такой короткий период На 50-60-70% Причем Крым оказался В числе лидером По темпам этого роста Ну это значит Происходит что-то нездоровое Очевидно нездоровое Естественно Если бить Степа Ну вот друзья Все карты теперь раскрыты Выяснилось еще раз Что половина Российского куриного рынка Контролируется Либо государством Либо выходцами Из госструктуры Министр сельского хозяйства Патрушев Не может Обо нам не знать Тю О чем мы тогда Такие большие глаза Все это время делались Удивлялись А кто это цены-то повышает О чем я? Мы в дерьме Мы в дерьме И еще кое-что Когда я сказал Про контроль государства Над половиной Российского птичьего рынка Я ведь констатировал Лишь очевидное Уверен Многие понимают Если копнуть поглубже Очень даже может выясниться Что остальные птицефабрики Наверное не все Но больше Большое их количество Так вот Остальные птицефабрики Также аффилированы С государственными структурами Или госслужащими Чинушами В смысле Их женами Тещами И так далее Неужели кто-то еще не в курсах Что в нашей стране Между понятиями Бизнес и чиновник Давным-давно Строит знак равенства Это почти синонимы Если хотите Че у нас Много независимых предпринимателей Осталось Особенно в наиболее Хлебных отраслях Где вращаются Миллиарды И отнюдь Ни рублей Не смешите А Да и себя Тоже не смешите Уважаемые друзья Не отдавайте это оппозиции Потому что Это самая благодатная тема И вы сами Отлично это знаете Сделайте так Чтобы борьбу с коррупцией Возглавила Единая Россия В Государственной Думе В противном случае Количество упреков По поводу Концентрации жуликов И прочих Неблагонадежных элементов Будет только расти Я просто поплопаю Нет Я ни в коем случае Не говорю о том Что коррупция Существует только в России Она есть везде В Европе В Америке Даже в Азии В Китае Взяточников К исключительной мере Наказания приговаривают А все равно берут То есть Это такая гниль От которой невозможно Избавиться Но у нас почему-то С этим явлением Даже бороться перестали Демонстративно Отказываются Он им заниматься Конкретная ситуация Вот С яйцами С курицей И власти Ой А что случилось А где злодей Вон Форм За вас уже половину Работы сделал Так идите И разберитесь С проблемой Окончательно Ну или не врите А впрочем Опять я чего Это размечтался Все Переваривайте Это была реальная Журналистика Сегодня вот так Подписывайтесь на канал Лайки Репосты Приветствуются В соцсетях Тоже жду В друзья Добавляйте Темы Предлагайте Поднимем Обсудим Пока 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 Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Редактор субтитров